Сотрудники Укрэнерго продолжают восстановление линии электропередач Каховка-Херсон на административной границе с оккупированным Крымом. Завершить работы обещают в четверг, 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Начало цитаты. Выполняется закрепление исправленных опор, а также монтаж гирлянд, изоляторов и креплений для подвеса проводов и наращивания разрезанных протестующими проводов. По их завершению, подача напряжений на линию будет осуществлена согласно установленному порядку после получения от ГП «Энергорынок» графика перетоков электроэнергии на следующие сутки. Однако, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что участники энергоблокады Крыма пока не считают нужным возобновлять поставки электроэнергии на полуостров. Об этом он сказал в комментарии Крымреалии. «Пока конкретных планов нет, я думаю, мне надо будет переговорить с президентом, если получится, потому что он все время занят», – сказал Джемилев. Он добавил, что на данный момент продолжаются вести ремонтные работы на одной из линий, по которой поставляется электроэнергия в Крым. По словам Джемилева, это является сигналом для российских властей. В случае, если они отпустят кого-либо из политзаключенных, поставки электричества будут возобновлены. «Они должны сделать какие-то встречные шаги. Я полагаю, что они должны в первую очередь освободить Ахтема Чайгоза, знаковых фигур. Но ничего они этого не делают. Поэтому сейчас такой прессинг со стороны общественности. Какого черта мы должны включать им свет», – сказал Джемилев. По словам депутата, украинское руководство настаивает на том, чтобы поставки в Крым возобновились, поскольку по условиям договоров, заключенных между Киевом и Москвой, Украина вынуждена платить большие штрафы за сбои. Однако, в то же время, как утверждает Джемилев, крымские татары считают, что энергетическая блокада должна продолжаться.